Очередная рабочая поездка главы республики состоялась в Чебоксарский район. Он стал участником круглого стола по развитию бизнеса на селе, в рамках которого было открыто новое производство по переработке молока. Благодаря господдержке в Чебоксарском районе появился новый цех по розливу молока. Новая линия универсальная. Можно перерабатывать два вида молока – козье и коровье. Продукцию будут разливать в стеклянные бутылки. Цех и молочная линия закуплены на средства «Грант». Значит, «Грант» был в сумме общей стоимости проекта у нас 78 миллионов, из них 46, получается, это господдержка, и 40% своей средства, порядка 32 миллионов, вложены были нами. За круглым столом обсудили новые направления развития сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание будут уделять малым формам хозяйствования. В следующем году все формы поддержки, которые были в 2020 году, они сохранятся, кроме грантов на поддержку начинающих фермеров. Эта программа объединилась, скажем так, с другой формой поддержки, с агро-стартапом. Кроме этого появится новая форма поддержки, про которую мы уже говорили, агропрогресс, где тоже могут участвовать малые формы хозяйственных предприятий. Максимальная сумма гранта составит 30 миллионов рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% стоимости производства, реализуемого с помощью инвестиционного кредита. Вернулись и к федеральному проекту школы фермера. С его помощью в республике планируют готовить по 10 специалистов в направлении современной технологии сыроделия и ягодоводства. Обучение в школе фермера будет бесплатным на базе Чувашского государственного аграрного университета. Цель проекта – это формирование мировоззрения у будущих фермеров. Причем для проекта мы привлекаем широкую аудиторию потенциальных обучающихся. И одним из условий проекта является написание мотивационного эссо. Уже сегодня нам поступило 26 заявок на 20 мест. Это только для начала. Чтобы о Чувашских производителях знали как можно больше, надо создавать онлайн-базу местной продукции под единым брендом. Этот бренд, очевидно, должен быть и разнообразным, и экологически чистым, и точно соответствует стандартам российского зеленого бренда. Ну и за счет этого получать возможность, с одной стороны, продвижения этой продукции, а за счет продвижения расширять и перечень, и количество производимой продукции. Выгода от этого очевидна как продавцам, так и потребителям.